Вы смотрите канал Евгения Бажанова «Диалог цивилизаций». Вашингтон по римским образцам и первый президент-католик. Американские звезды итальянского происхождения, крепость итальянской семьи и заботливые мамочки. Святая Мадонна, безупречная кухня и юмор. В беседе римляне и итальянцы. Добрый день, я начинаю свою очередную беседу на итальянскую тематику. Напомню, что в прошлый раз я рассказывал о том, как мы столкнулись с этой итальянской тематикой, с итальянцами, с разговорами об Италии, когда работали в США, в Генеральном конституции СССР в Сан-Франциско, в городе, где очень много итальянцев. Сейчас я продолжу эту тему и поговорю о других аспектах Италии и итальянцев. Потому что кроме мафии у них, как мы с вами знаем, есть много всего другого, в том числе очень хорошего. Ну, прежде всего, хочу поделиться впечатлениями о том, как с точки зрения моей супруги и меня, американцы относятся к Италии. Отцы-основатели Соединенных Штатов, когда они создавали государство, то они, конечно, находились под большим влиянием, под большим впечатлением Римской империи. Если вы посмотрите на город Вашингтон, столицу США, то он строился вот по римским образцам. Ну и сами понятия. Капитолия, Капитолийский холм, Сенат, все оттуда, из Древнего Рима. То есть высшей степени уважения. И этим отцам-основателям и дальше с последующим поколением американцев очень хотелось походить на Древний Рим. Вот еще в 1824 году президент США Эндрю Джексон на инаугурации заявил, что Соединенные Штаты – это страна, которые могли бы позавидовать Древняя Греция и Древний Рим в момент своего наивысшего развития. Вот уже тогда соревновались с Древним Римом и считали, что начинает превосходить его. И вот эта идея, она все время существовала в Америке. Особая роль, особая миссия – руководить всеми. Ну а когда закончилась Холодная война, распался Советский Союз, эти настроения вышли на передний план. В США стали говорить, что если наш главный соперник Советский Союз отказался от своей модели развития и взял на вооружение рыночную экономику и политическую демократию, то есть нашу модель американскую, то кто еще может руководить миром. Ну и появились разные работы на тему о том, почему Америка должна руководить миром. Вот в том числе один автор писал, что в первом веке до нашей эры Август объявил о создании Римской империи. И затем на протяжении двух столетий все жили в мире согласия под руководством Рима. А сейчас, пишет этот автор, Америка и богаче Рима, и цивилизованнее Рима, и сильнее Рима. Поэтому пора создавать пакс Американам. Вот была пакс Романа, Римская империя с ее огромным влиянием на окружающие народы, государства. Теперь вот пакс Американо с глобальным охватом. Ну это что касается Римской империи. Что касается итальянцев, то в 18 веке в Америке их было мало, и никакой роли они не играли, никакого особого к ним отношения не было. А в 19 веке потекли огромные группы итальянцев в Новый Свет. Ну и к началу 20 века в США уже проживало более 18 миллионов итальянцев. И отношение изменилось. В США заговорили о том, что это люди другой культуры, что они не способны на инициативу, что они мешают англосаксам, что у них другая религия, они католики, и они являются агентами католицизма, Ватикан хочет взять под контроль Соединенные Штаты. Вот такое предубеждение было, иногда оно выливалось в такие довольно жесткие формы, с гонениями и так далее. Но постепенно ситуация менялась, и в 1960 году американцы избрали президента Джона Кеннеди, который был католиком. И вот это был такой рубеж. После этого католикам такое предубеждение пошло постепенно на снижение. И сейчас очень многие католики занимают высокие посты в американском правительстве и возглавляют его. Так что вот такое отношение. Но сказать, что американцы в восторге от всего итальянского, я уже не говорю о мафии, но и о некоторых других вещах, было бы неправильно. Вот в этой связи я хочу вспомнить один такой любопытный разговор. В 70-х годах, в прошлое столетие, когда мы работали в Сан-Франциско, мы знали одну русскую семью, и там вот рос мальчик русского происхождения, ну, рос в США. И мы его встретили гораздо позднее, уже после распада Советского Союза. Приехали в Сан-Франциско, встретили его и спрашиваем, как относятся американцы сейчас к русским выходцам из России. Он говорит, знаете, когда вы здесь работали в 70-х годах прошлого столетия, мы, русские, были римлянами в глазах американцев, а сейчас мы итальянцы. Такая разница. Итальянцы имеют плюсы, минусы, но, так сказать, это не римляны. Так вот, какие качества у этих итальянцев, которых мы там встречали, это, во-первых, их качества, во-вторых, их мысли, настроения, и что они нам рассказывали об Италии. Много любопытного, интересного. Ну, прежде всего, хочу отметить, что итальянцы остаются итальянцами, даже если он третьего поколения американец, и, в общем-то, он во всем американец, но, тем не менее, он не только не скрывает, что у него итальянские корни, а гордится ими. И они видны. И американцы так и воспринимают этих людей. Ну, я уже говорил о Фрэнке Синатре, он был кумиром американцев, великий певец на протяжении десятилетий, но все считали, что, ну, конечно, он итальянец, и он так себя считал. Ну, и многие другие, Сальвеста Сталлоне, и Марлон Брадо, и кинозвезды, и артисты, и музыканты, все итальянцы. Значит, вот гордость за свою этническую принадлежность, за свое прошлое. Это первое. Второе, конечно, у итальянцев, даже самых ассимилировавшихся в США, очень сильны семьи. Так как это принято в Италии, о чем я уже говорил, это семья, это крепость, которая действует, вот, может быть, даже во вражеском окружении, должна сражаться за свои интересы. Все за одного, один за всех, все за одного, все друг друга поддерживают. И в этой семье всегда отец, это главная фигура, это мачо, такой настоящий мужчина, гордо себя ведет, мелочами не занимается, там они идут по улице с семьей, жена тащит тяжести, дети, он идет такой, у меня есть самец. А жена на заднем плане. Но на самом деле, жена – это не какая-то второстепенная фигура. Она человек, который регулирует все внутри семьи, отношения, так, чтобы все друг друга любили, все друг друга уважали. Она обеспечивает всех едой, она обеспечивает дом, чтобы он и теплый был, и все в нем было комфортно. И женщины, очень часто, мужчинам, помогают в жизни, там, в самых тяжелых ситуациях. Вот нам итальянцы в США, например, рассказывали такую историю. В 1823 году в Милане был арестован граф, который выступал против австрийского владычества. Его отвезли в Австрию, приговорили к смертной казни. Так его жена, графиня, поехала в Австрию, добилась аудиенции у австрийского императора и уговорила его отменить смертную казнь. Ее заменили на пожизненное заключение. Она больше никогда своего мужа не видела, он так и просидел всю жизнь в тюрьме, но она его спасла. Бывают случаи, когда жены ведут себя не совсем прилично с точки зрения мужчин. Мужчинам все позволяется, в том числе и итальянские семьи в США, можно вести такую вольготную, раскованную жизнь, а жена должна сидеть, ни на кого не смотреть, глаз не поднимать, делами заниматься. Но, тем не менее, бывают такие случаи, и тоже интересную историю рассказывают о том, как жена помогла мужу, вот вроде неправильно себя начала вести, а закончилась тем, что мужу очень повезло в итоге вот такого ее поведения. Речь идет о Рокосоле, это человек, барон, который жил во Флоренции, как-то он в 19 веке со своей женой пошел на прием, она была в таком платье довольно открытом, со всеми танцевала, все, так сказать, за ней ухаживали, в конце концов он пришел в бешенство, схватил ее, посадил в кипитку и помчал в горы, в замок, который принадлежал его семье, и в котором они не были лет там 20. Приехали вот так в замок, остались на всю жизнь в этом замке, он ее больше никуда не отпускал, сам никуда не уезжал, и стал изобретать новое вино, смешивал разные сорта винограда, и сделал вино Рокосоле. И этот район, где замок находился, он называется Кианти, и вот появилось вино Кианти, стали соседи выращивать это вино, вино стало знаменитым во всем мире, соседи прославились, все разбогатели, а вот этот сорт барона Рокосоле считается одним из самых лучших до сих пор вин марки Кианти. Является фактом и то, что итальянцы обожают Мадонну, женщину, обожают настолько, что вот говорят, одна из причин, почему они поссорились с протестантами, заключалась в том, что протестанты недостаточно уважали Мадонну. Итальянцы, можно сказать, любят Мадонну, итальянцы, которые в США живут, тоже не меньше, чем Иисуса Христа. Исшествие в ее честь, и храмы открываются, праздники, и бесконечно ее имя произносится, и везде ее статуи продаются, ее статуэтки, ее представляющие. Ну и тоже вот нам в США говорили, вот смотрите, у нас мама Мия, это фраза «Моя мама», ее каждые пять минут люди употребляют, даже когда солдат умирает на поле боя, он произносит эту фразу «Мама Мия», вспоминает маму. Такая роль женщины, поэтому не надо думать, что итальянцы так к женщинам небрежно относятся, совсем не так. Ну и дети обожают, конечно, детей, балуют их, настоящие маминки, сынки вырастают, в США принято, когда в обычной семье, когда дети вырастают, их отправляют куда-то подальше от семьи, если учиться в университет, в собственном городе есть университет, но он едет в другой город, и самостоятельную жизнь ведет. В итальянских семьях это меньше принято, дети очень часто живут с родителями, и мамы бегают там, даже когда дети, сын переезжает в другое место, готовит ему обед, бегает ему обед, носит. Конечно, семьи итальянские в США это не семьи итальянские в Италии, все-таки Америка накладывает свой отпечаток, и вообще сейчас времена другие, и в Италии теми, семьи начинают понемногу, так сказать, более свободными становиться, и даже разрушаться, новая мораль, новая, так сказать, линия поведения, все равны, и мужчина, и женщина, известная нам всем вещь, так вот, в США это тоже есть, но тем не менее, итальянская семья, особый институт и в Соединенных Штатах. Итальянца сразу узнаешь, даже если он третьего, четвертого поколения, у него совершенно другие манеры, другая жестикуляция, другие движения, другие восклицания, итальянцы любят, я помню, первый раз мы с женой пошли, подходит, значит, там, американец, какой-то бизнесмен, и начинает щипать мою жену за лицо, ой, ее какая, значит, красивая девушка, я так возмутился, мне объяснили, что это, значит, итальянец, у них так это принято, вот такие вот манеры. далее, это умение красиво работать, с удовольствием, со смаком, это просто поражает, вот официант обслуживает тебя, но это просто артист, как он красиво это делает, просто завораживает, смотришь, как будто ты на спектакле присутствуешь, или регулировщик, стоит в центре Сан-Франциско, на центральной площади, Юнионская, регулировщик и танцует, какие-то ужимки, какие-то гримасы, какие-то улыбки, итальянец, по происхождению, вот это, и даже вот, у нас был зубной врач, я еще о нем позже поговорю, он так все делал, что тоже завораживал, вот вроде больно, да, все-таки лечит зубы, а боли не чувствуешь, потому что присутствуешь на замечательном спектакле, такие вот артисты, как они умеют уговаривать, будучи, выполняя функции по своей профессии, например, заходишь в обувной магазин, там, значит, итальянский продавец, итальянец-продавец подскакивает тебе, значит, обувь, ты берешь, значит, ботинок, еще не успел поднести к ноге, а он уже говорит, как он вам идет, и как он на вас сидит, потрясающе, он еще нигде не сидит, и не садится, пытаешься его, значит, втиснуть, не получается, а этот итальянец стоит и говорит, потрясающе, великолепно, и так во многом, то есть, мастера своего дела. Теперь, конечно, еще такая отличительная черта, это все время находиться в хорошем расположении духа, по крайней мере, изображать этот дух, там где-то внутри могут кошки скрести на душе, и проблем быть полно, и борьба может там где-то под спудной идти, в жизни, на работе, но при этом человек выглядит совершенно довольным жизнью, удовлетворенным и так далее, а вот я говорю, не случайно, я уже в прошлый раз говорил, назвали эту книгу, это наша книга с моей супругой, «Грустно-веселая Италия». Она веселая, внутри может быть и грустная, но здесь она такая. В один случай вспоминается, везет нас таксист, попали ему в страшную пробку, таксист итальянского происхождения, американец. Стоим полчаса, уже с ума можно сойти, и бензин там душно, а он веселый, он довольный, он берет бриолин, начинает прихорашиваться, там брови себе выщипывает, анекдоты всякие рассказывает, то он говорит, вот мы никогда не теряем духа итальянцы. Знаете, в Виталии был такой случай, когда пропали монеты из-за головотяпства властей, так что вы думаете, люди восстание поняли? Нет, они стали расплачиваться конфетами, друг другу давали конфеты вместо монеты, и все были довольны. Такие итальянцы. Юмор, потрясающий, конечно, юмор, желание все время острить, подшучивать, любят очень подшучивать над политиками, вот в США была такая программа поджаривания, куда приглашали знаменитых политиков, и буквально издевались над ними, но тем самым делали в то же время им рекламу. Был Дин Мартин, итальянец, и вот говорят, в Италии это особенно распространено, нападать на политика. Ну, во всех демократических странах это, так сказать, норма, люди любят друг на друга нападать, и когда есть возможность, тебя по рукам за это не ударят, то они нападают. Но в Италии вот особая страсть к этому и привычка политиков терпеть, это так принято. Ну, и вообще, вот я говорю, юмор на каждом шагу, в том числе на рабочем месте. Мы, кстати, когда вернулись из США, вот пообщавшись с итальянцами, так привыкли везде острить, что иногда не в попад приходишь там в какое-нибудь учреждение, где не принято острить, а ты остришь. Так вот, мы покупали авиабилеты, я покупал для генерального консульства, для сотрудников, у одной, мне это поручено было, у одной дамы, у нее было турагентство. Вот приходишь к ней, приносишь, мы наличные носили ей, она как увидит деньги, о, сейчас, говорит, смоюсь из города, что я буду здесь работать, когда сейчас свистну твои деньги, и до свидания. Это из раза в раз эта шутка повторялась. Она же рассказала анекдоты о генуэзцах, она сама была из Генуи, вернее, ее семья, предки. Так вот, она говорит, генуэзец говорит сыну, пойди попроси молоток у соседа. Тот идет, возвращается, сосед говорит, что у него нет молотка. Тогда этот мужчина говорит, вот жмот, ну ладно, неси наш. Я, кстати, такой же анекдот слышал от болгар о болгарах. Там есть район, который славится своей скупостью. Но, тем не менее, вот и генуэзский анекдот и много других подобных итальянских анекдотов мы в США слышали. Значит, вот это качество. Теперь кухня. Конечно, итальянцы очень любят еду, постоянно о ней говорят, любят готовить. И вот в США не принято там, скажем, знаете, собирать грибы, выращивать какие-то овощи, и все можно купить. Как правило, никто это не делает. Итальянские семьи, как правило, это делают. Приходишь в гости, приглашаю итальянцы. Начинают идти, вот это мы сами вырастили, это сами вырастили, попробуйте наши огурчики и так далее, тому подобное. Ну и итальянская кухня очень популярна. Когда мы работали в США, она уже тогда была популярна. Потом стали возвращаться в последующие десятилетия, и популярность прям на глазах это было видно, росла. Вот мы сравнили два путеводителя по Сан-Франциско 70-х годов и начало 21-го столетия. Значит, в первом путеводителе 70-х годов итальянских ресторанов там 10-15, описываются они, о них рассказывается, а французских, скажем, больше. В этом новом путеводителе в два раза, или даже в три больше итальянских, чем французских. Французская кухня по-прежнему конечно котируется, считается это выше, чем природа. А итальянская кухня, это, как говорят многие в США, настоящая природа. Она такая же красивая, так же хорошо пахнет и так же вкусна. Почему растет популярность этой кухни? Не только совершенствуется мастерство тех, кто там давно живет, но говорят, стали приезжать итальянцы и, по крайней мере, открывать рестораны итальянцы из северных районов Италии, центральных, где кухня лучше. Раньше это была в основном южная кухня, более бедная, теперь более богатая. Еще что характерно для итальянцев, это они все время критикуют американскую еду, это вообще барахло, чушь, вот надо итальянскую есть. Хотя американцы некоторые итальянские блюда, например, пиццу, считают своей, настолько она уже там давно, ну как мы, наверное, там лапшу считаем своей, хотя она из Италии к нам пришла. Давно там эта пицца, мы встречали американцев, которые считали, что пицца вообще изобретена была в США. Итальянская еда производит большое впечатление, в том числе и в США, и еще чем отличаются итальянские рестораны, скажем, от французских, французские такие пышные рестораны с таким снобизмом, а итальянские попроще. Вот может быть еще одна из причин, почему так популярна итальянская еда. И вот, кстати, когда мы уже в конце 90-х годов и в начале 21-го века приезжали в США, нас американцы, как правило, приглашали в итальянские рестораны, чтобы что-то приятное сделать, если в 70-е годы, чтобы сделать что-то приятное, нас во французский приглашали, ведь французская кухня итальянская. Так что вот популярность такова. Я не хочу сказать, что другие кухни не популярны в США. Вот мексиканская сейчас не популярна, безусловно, китайская, японская, в определенных районах русская, но вот тем не менее итальянская тоже имеет такое почетное место в американском рационе и в американской жизни. Ну и, конечно, еще что итальянцев надо сказать, что они, это люди, которые умеют одеваться прекрасно всегда одеты, знаете, и полицейский с иголочкой одет, сразу, можно сказать, наверное, итальянец, и с почтальон, и официант, ну кто угодно. И тот же врач, о котором я говорил, зубной, он был всегда с иголочкой одет, хотя был такой пожилой старичок, но я еще о нем потом, позже поговорю. Так вот, итальянцы сами осознают, что они хорошо одеваются, нам такую историю рассказывали, что во время войны англичане попадали в плен к немцам и бежали из плена на территории Италии, ну и переодевались в какие-то гражданские одежды, и нам говорили, что итальянец сразу определял, что это англичанин, потому что так безобразно может одеться только иностранец и тем более англичанин, а немцы этого не понимали, они уже сами так одеваются безобразно, поэтому они думали, что это обычные итальянцы, а вот до итальянцев это доходило. Вот такие интересные есть у итальянцев черты, ну я теперь хотел бы поговорить о их идеологии, политических взглядах, о таком кодексе по итальянской чести, но я сделаю это уже в следующей беседе, чтобы вас на сей раз не утомлять. Спасибо за внимание. Спасибо Бэй Пакуэй Бэй Пакуэй Бэй Пакуэй Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok